Библейский портал экзегет.ру представляет 28 глава книги пророка Иеремия в переводе Луки Маневича. Я читаю для библейского портала экзегета эту главу. Ну вот 27-й Иеремия хулиганит, просто дальше некуда демонстративно во время торжественных приемов, которые новый царь Седыки устраивает для иностранных послов, он объявляет, что все эти царства и самого Седыки, и окрестных народов, которые послов к нему отправили, будут порабощены Вавилонинами, и что надо покориться. Вот прямо на празднике все это возвещают. Вообще, как он жив остался, я удивляюсь. Ну, наверное, на него уже смотрели как на такого записного сумасшедшего, который говорит абсолютно дерзкие и безумные вещи, и лучше его не трогать, потому что вот есть у них, наверное, внутри какое-то сомнение, а вдруг все-таки правда Господь через него говорит. Но история будет продолжаться. Значит, прошлое у нас было в начале правления царя Седыкия, это у нас 597 год, да, до нашей эры, конечно. А тут 28-й начинается в 4-й год правления Седыкия, 593-й, до нашей эры, конечно. Иерусалим, напомню, в 586-м был разрушен. Но еще, в общем-то, не так много осталось. 4-й год правления Седыкия, царя Иудеи, в пятом месяце Ханания, сын Азура, пророк из Гаваона, сказал мне в доме Господнем на глазах у священников всего народа. Здесь имеет первого лица, уже говорится. Он, смотрите, и слова Господни передает, но и свои собственные тут приводит, совершенно не смущаясь. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. «Я разобью Ермо царя Вавилонского. Через два года я возвращу на это место всю утварь дома Господнего, которую Новоходоносор, царь Вавилона, забрал отсюда и увез в Вавилон. Царя Иудея Ихонию, сына Иакима, и все, кто был угнан из Иудеи в Вавилон, я возвращу на это место, говорит Господь. Ну вот, смотрите, все хорошо, такие пророчества народ любит слушать. Я бы тоже очень хотел услышать пророчества о том, как мой народ, моя страна будут процветать, все враги будут разгромлены, все, что отняли, все вернется. Приятно. Пророк Иеремия ответил пророку Ханании на глазах у священников всего народа, стоящего в доме Господнем. Сказал пророк Иеремия, что он сказал, да, ура, замечательно, все так и будет. Увы. Пусть Господь сделает именно так, пусть он исполнит твое пророчество, вернет сюда из Вавилона утварь дома Господнего и всех изгнанников. То есть я-то не против, я только за, ну и я был бы за. Но послушай, что я скажу тебе и всему народу во всеуслышание. Пророки, что были в древности прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим странам, великим царством, войны, беды и мор. Если же пророк предсказывает мир, то лишь тогда узнают, что он действительно пророк, посланный Господом, когда сбудутся слова этого пророка. Ну что он говорит, грубо говоря, предсказывать то, что приятно услышать, может каждый. А вот если это сбудется, тогда пророк. А предсказывать то, что неприятно услышать, тут действительно выгоды не жди, тут удовольствия не получишь. Значит, если пророк предсказывает бедствие, гораздо выше шанса, что он прав. Печально, но так. Ну, Хадания тоже не лакомшит. Пророк Анания сорвал ермоз шеи пророка Иеремии, а он все четыре года ходит с ермом на шее. Смотрите, ну то есть то, что быкам надевают на пахоте, чтобы они тянули за собой плуг, вот колодку такую здоровенную Иеремии надевают на себя и так разгуливают годами, как демонстрация того, что ждет весь народ. Сорвал ермоз шеи пророка Иеремии, разбил его и сказал Хадания перед всем народом. Так говорит Господь, вот так через два года я разобью ермоз, что нашли у всех народов, ермонного Хадоносора и царя Вавилонского. Умно выбрал срок через два года. Если сказать через 30 лет, да, половина не доживет, да. Какая разница, что будет через 30 лет. Если сказать завтра, он же завтра станет ясно, что он врун. А через два года это такой срок, который потерпеть можно. И с другой стороны, проверить прямо сразу нельзя. Вот когда вам говорят, что еще два годика потерпеть, и дальше все наладится. Вот это, скорее всего, вранье. Ровно потому, что срок такой выбран. Пророк Иеремия пошел своей дорогой. То есть не стал спорить. Но еще спорить, когда явно всем нравится то, что говорит другой. После того, как пророк Ханония разбил ермо, что было на шее пророка Иеремии, было Иеремии слово Господне. Иди и скажи Ханонии. Хотел он избежать спора, но не удается. Господь его снова и снова посылает на эту тяжелую миссию. Так говорит Господь. Ты разбил ермо деревянное, но вместо него я сделаю ермо железное. Ибо так говорит Господь, воинств Бога Израиля. Ермо железное. Я надеюсь на шее всем этим народам, чтобы стали они рабами на уходоносора царя Вавилонского. Будут они его рабами. И даже диких зверей я отдам ему. Это уже он говорил в прошлой главе. И смотрите, Господь снова и снова заставляет его вступить в эту конфронтацию. И пророк Иеремии сказал пророку Ханонии. Слушай, Ханония, не посылал тебя Господь. Ты внушил этому народу ложные надежды. Потому так говорит Господь. Я прогоню тебя с лица земли. И в этом году ты умрешь. Ибо ты говорил вопреки Господу. Смотрите, тот говорил, через два года все наладятся. А этот говорит, в этом же году. В том же году в седьмом месяце пророк Ханония умер. А это было через два месяца. То есть пророчество сбылось, но с точностью до наоборот. Не все исправилось, а сам пророк умер. Причем не через два года, а всего через два месяца. Ой, тяжело быть пророком. Смотрите, что только Иеремий не делает, чтобы донести свою простую мысль. Пока все остается так, как есть, разрушение Иерусалима неминуемо. Ничего не помогает. Ну и посмотрим, что у нас будет дальше в 29 главе. Иерусалима